итак снова мы последний на сегодня сектор сектор команды in by car беларусь какой красивый закат здравствуйте дорогие добрался я и до вас привет это запуталась геннадий вы как консультант выступаете или как четвертый участник качестве повара а нельзя хочу за не смотреть в каком качестве мость какая рыбалка которая здесь неважно даже хоть восемь килограмм загони от этого нет просто у нас вес я тоже не записи для фильма это прямые эфиры где можно высказать свое мнение происходящим я тебе могу с удовольствием высказать свое мнение происходящим например такое что по большой воде этот берег работает туже чем запада это однозначно почему потому что рыба где была там она и осталась она никуда не делать там есть вот эта знаменитая бровка которая в данный момент наверно есть и тридцать двести сорок без он как он стал него 120 метров брук белку полку пункте помпи вот нет у него 120 метров бровки не рассказывает они морги что-то ну хорошо он ее морги что-то знаменитая бровка которая здесь проходит которая есть на всех картах которые знают она находится на больше двухсот метров это сто процентов и выцарапать оттуда рыбу вот после того что вода поднялся на поднялся очень быстро поднялся буквально там в течение месяца больше чем на метр там за две недели годичная норма осадков и естественно что рыба еще не отклималась оно должно пройти какое-то время чтобы она начала оплаиваться заходить сюда мы сейчас примерно ловим в тех местах где в прошлом году мы стояли нашего гиря и то не факт что надо туда забраться не сказать что забраться две наши рыбы которые поймали одну вначале в первый день вторую на вторую они вообще никак ни к чему не привязаны ни к точкам ловли ни к чему одна взглята была на одной дистанции ну скажем условно 100 копейками то есть два туриста они связаны в разное время в разные дни но рыба одинаково можно было сократить сделать меньше конечно пар меньше по размерам у тебя в данном случае нет спортивности но об этом говорил и артем многие говорили сами находим сами себе на рыбалке мы поймали хорошо что хоть иногда там до нас доходит какие-то информации что где-то кто-то поймал не на таблице вы получаете там же видно кто поймал кто не поймал ну гену скажи мило хорошие вот вопрос да как бы беседа ломались под но вы один есть некоторые кто четыре ну ладно просто что вот на этом берегу понятности маленький сектора можно поставить четко 2 до вопрос на сколько это дало бы что-то какую спортивность в это при таком клёве дало бы при таком клёве спортивность достаточно того что ты видишь как ближайшего соперника и с ним соревнуешься этого уже расти по него 0 а у тебя 0 больше прошлом году например с вами стояла команда это тех кого ближайших мы были вдвоем и мы могли спокойно ориентироваться мы вдвоем как бы подали мы видели когда рыба заходит откуда она приходит хоть какая-то ориентация вена ты прав ну давай посмотрим вот на на вашу эту бухту как бы да и траву которая в воде то есть чего чего боялись те кто разбивал сектора ты понимаешь да я понимаю ну вот например вот эти кусики лишь который даже если бы поделили водой один стали тут вторым стали тут было бы немножко тесно учились бы кидать ровнее прямее не знаю вашего постоянно как бы одни говорят что слишком маленькие сектора другие орут слишком большие сектора можно сделать так чтобы увольны под заказ тебе ты хочешь большой я понимаю ген прекрасно что там что сказал артем когда мы были у него он сказал что как бы соревнования должны не рыбалка на рыбалку можно поехать просто на рыбалку поехать а соревнования надо чтобы хотя бы был кто-то это болезненный всех водоемов как сказал помпе кинеры это не озеро это большая река ну то что это и когда вот тактики поведению здесь рыбы это больше река чем чем озеро чем озеро потому что в озере карп ведет себя там нет таких течений у нас его а на там нет таких течений он не не перемещается такими огромными стаями но все-таки где-то есть здесь тоже она есть но у нашей зоны но может быть края как он цепляет а юг кинеры то это место обитания карта постоянно потому что однородная глубина достаточно плоское дно там карп можно сказать живет во всех остальных на всех остальных участках проходящий то же самое здесь вот когда вода падает здесь открывает вот эта гровка там падает метров четырех метров 6 7 где-то даже 8 по той воде и можно там более-менее с половиной в нашей ситуации должен такой уровень постоять хотя бы месяц ну проблема в том что такой уровень сейчас постоит карп идет на нерест он уже сейчас идет на нерест мужа говорят что уже есть рыба с тертыми животами не не агент послушай посмотри на фотографии возможно арпа которого держит аса возможно его видно что не тертый живот а состоит на юге то что мы сейчас говорили на юго-западе ну неважно это южная часть кинеры все равно это перед самым-самым началом этого знаменитого плацу если посмотреть на карту кинеры то завидуйте ну поговори с гостями вот как раз у меня именно люди просят почему как бы главные герои молчат а гости разговариваю я скажу как у нас здесь есть мясо есть лук есть морковка сначала мы сейчас дам специи мы сейчас этот обжариваемся вот потом у нас есть когда мужа продажи дай шнур roles есть бульба 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 нет ни вот это а это не буду а вот это вот это как раз не бульба вот это вот у меня запутали вот это небульба а вот это да бульба знакомьтесь бульба можно и сваривать а А потом все это соединим. И будет шикарный ужин. У нас будет ужин. Кастрюля ужина. Ну, рыбу покормили, можно себя покормить. Рыбу покормили очень хорошо. Да, осталось дождаться выхода. Да, достарались. Вот, пойдем к нашим точкам, если вы видите. И заодно поговорим с гостями еще. Вот, гость Александр. Может вам что-нибудь тоже рассказать интересное? Нас сейчас смотрят 17 человек. 17? Да. Это же не Колесников. Хотя бы человек 200, как у Колесников, тогда приходите. Вот наглый. А как ты их привлечешь, если они не будут смотреть наши стримы? Ну, если сейчас Александр расскажет нам про какую-нибудь органическую, неорганическую химию. Органическую или неорганическую химию? Органическую, лучше всего биологическую, биорганическую. Любую. Товарищ ученый. Доцент с кандидатами. Ты почему в Челябе рядом с ним? Вообще-то я... Я тут вообще на четыре ряги просто ползаю. Обидел, я доктор Венчинских, молодой профессор. Так что, с доцентами, пожалуйста, отойдите. Отойдите, да. Вот. И из этих моих, так сказать, регалий, да, выросло вот какой-то интерес к этой химии, которую я сделал такие классные бойлы. Я их привез сюда, вот мы на них выигрывали на разных водоемах, а тут ничего не поймали. Вот такой вот результат. Ну, потому что нашему карту ваши бойлы, как говорится, и ваша химия... Нет, ну, в прошлом году они... Работал, я понимаю, да. Да, вы знаете, вот мы поездили же по миру, да, и в Африке ловили, и в Израиле, и в разных других, и в Европе, и в Беларуси, и в России, и так далее. Карпы везде одинаковые, будете смеяться. Нет, они одинаковые, сто процентов. Да. Но у нас, наверное, все-таки, так как святая земля, у нас карпы как-то чуть-чуть другие, чуть-чуть. Тем более, что этих карпов завозили изначально сюда монахи, именно для своей еды. Кажем так, да? И они пожили достаточно долго в прудах, в монастырях, зарядились... Я думаю, что это связано вообще, что это за карпы, связано только с пяти пяти водоемовыми. Возможно, их тут не очень много. Да. То есть, может быть, в некоторых местах у них там какая-то популяция в данный момент больше, в некоторых меньше. Собрать его здесь, это... Ну да, если брать чисто объем, объем, объем водоема, он колоссальный. Тут, наверное, сколько бы карпа мы не запустили сюда... Его даже не заметят. Да. То есть, он есть, понятно. Мы знаем, что, например, там ниже 25 метров жизни нет в Кеннерите, как в Черном море. И он находится, как бы, все равно, по-любому, в полосах. Ну да, это 500 метров, куда, естественно, никто из нас не попадает. А на юге такой проблемы нет. Там мелко. Да. Аналогичную ошибку сделали наши управинские друзья, которые привели свою превосходную... Программу. Да, было, в этой программу. По-моему, наловились совершенно не той работы, что хотели. Лично про меня было 4 штук. Там тоже, но мы подошли, было работать. Мы уже говорили, что, скорее всего, наш капсан реагирует на это гораздо быстрее. У него большее боняние. А боняние намного лучше. Да, он большее боняние. Да, он большее боняние. Он быстрее реагирует на цвет. Боняние лучше, и он быстрее просто на это реагирует. Но конкуренцию они друг другу никак не могут поставить. Не, мы знаем, что они ходят рядом, по большому счету. И карп, скорее всего, есть там... Не, ну, как бы, я не знаю, может, они между самами ходят. Но, с другой стороны, соседи рядом, которые стоят, команды киты, у них нет ни одного сама. А стоят они буквально... Я ничего не могу сказать про команды киты. Не, они ловят на стандартную нашу израильскую, как бы, вот, как мы ловим, да, так с кукурузина. У них нет никаких мясных рыбных запахов. Все чисто, вот, как принято у нас. Классика. Кислые вкусы, запахи. В прошлом году мы не плохо слипили. Да, вы хорошо выстыпили. Да, я не знаю, что это не длинное, а то вы понимали. Да, и, по большому счету, вы, в общем-то, выступили на этом же берегу. Да. Ну, чуть, да. Ну, опять же, после, я сказал, в самом начале. Эта сторона, по большой воде, кузов. Там, что здесь было. Такое положение. Как же казалось. Вот, если мы вспомним нашу историю, когда мы проводили соревнования, там, на Фринборе, на Берениках, на том берегу, тогда еще уровень был, не был таким... Ой, таким... Тогда он еще был более-менее высокий, скажем так. Потом начало не лезть, не лезть, не лезть, не лезть, не лезть, не лезть в год. И мы, по этому моменту, перебрались на этот берег. Ну, по-моему, перебрались на этот берег. И смотри, когда сейчас шла предварительная разбивка, 95% из присутствующих на этой разбивке, а это чемпионы разных лет, криком кричали в один голос, только не западный берег. Некоторые команды, как сейчас я помню, говорили, что если попадется нам западный берег, мы снимемся с соревнований. И что получается, как бы, что все наши спортсмены тоже, мягко говоря, лоханулись. Ну, мы, честно говоря, едем сюда не столько там за спортивными достижениями, сколько отдохнуть, полюбоваться этими местами замечательно. Мы уже привыкли, пятый раз. Это уже наши, блин. Господи. Да, да. Уже не хватает зимой чего-то. А то уже говоришь, что мы уже здесь 8 лет наступаем, а не 5. Ну, это кажется, что вы уже просто здесь всегда были. Местные уже, да. Скажи, чем? А что разговоры? Мы просто разговариваем, у нас нет конкретных вопросов. Потому что, когда мы снимали там кубок, то мы там давали стандапный набор вопросов, как вам соревнования, что вы думаете про судейство и так далее. Но здесь, ты понимаешь, с таким клевым, очень тяжело задавать такие вопросы. Ну, что судейство? Ну, судьи пришли, хорошо. Не полагаю. Скоро, я думаю, многие понимают, учитывая, что поднялась вода и бровки стали недосягаемость. Соответственно, найти что-то такое по рельефу сложно. Какая-то в нашей зоне, я понимаю, это невозможно. Потому что я рыбачил и там, как он был, и чуть правее был. Поэтому обровка метров, наверное, 250. То есть у вас здесь, получается, плато? Ну, предполагаю, что рыба вся стоит на свале из глубины и по этой бровке ходит. И сюда заходят индивидуальные результары. Да, удивительно, что вот вроде бы камышки, по нашим белорусским ощущениям, рыба должна быть в языке камыша. Жрачка. Но ее нету здесь. И даже вот, когда ставили сети, то есть мы смотрели, с кемарю на сети, карпов не было сейчас. То есть рыба сюда не заходит. Она может быть, когда посыпает вода, то есть на ней, скорее всего, она привез сюда в траву. То есть в этом будет, наверное, февраль месяц, март месяц. Тогда, может быть, что-то будет здесь интересно. А учитывая, что уровень поднялся, ну, кто поймает эту происходящую рыбу, то будет поймал. Тут еще один нюанс. Если вы посмотрите на то, что было буквально еще неделю назад, здесь были рыбаки и очень неплохо отлавлялись на этом берегу. При нас был взят карп на 12 килограмм. То есть как бы... Но погода была другая. Она стояла где-то недели две, стабильная погода. Опять же, все предположительно. Но вот это одна изверхи. А тут опять же, сменилось резко. В декабре, да, было очень много мелочей, вот сказать, знаете, а сейчас как бы где-то мелочи. Да, то есть, ну, 1, 2, 3 попало с кому-то. Но на гофре хотел тоже, на гофрисовку. Ну, как месяц прошел, где-то, ты понимаешь? Месяц прошел. Ну, да. Ладно бы прошло полгода, ты мог сказать, что... Так, и было холоднее, я понимаю, в декабре. Да, было, ну, и как бы дожи были, это да. То есть и вода прохладила возле берега, но теме она была здесь. Ну, сложно, мы не карпы, мы не рыбы, поэтому на входе, понимаете. Как мне сейчас, вот я у Алла. Может быть, мы по срокам опоздали, может быть, раньше надо было. Генныч, скажи мне честно, за полгода до начала турнира ты можешь знать, как бы, ты пророк, ты можешь сказать, какая будет зима конкретно в начале января? Нет, никогда не было. Нет, это можно, понимаете, решить на уровне местного чемпионата, когда у тебя вместо команды. Когда команды прилетают за рубежа, за месяц тяжело. Невозможно, нереально. Дороги, по деньгам, по билетам те же самые, да? И опять же, логистика, то есть, ну, ты подвешиваешь состояние. Это неправильно. За полгода, как бы, нормальный срок таких расстояния полетальских, как бы, чтобы, знаешь, Ну, видишь, получается, на погоду никогда не повлиять ни где. Ну, ты видишь, такое везде бывает. Говорю, последние три года соревнований мы были провели в дожде. То есть, вот, я помню, от первого приезда, это был самый теплый приезд, когда было здесь тепло, жарко, солнечно, как бы, да? А с каждым годом, как бы, все холоднее, с дождями, с дождями. Ну, при том, когда был дождь, все с дождями соревновали, рыба ловилась еще лучше, замечаю, чем вот в такой погоде. То есть, да, было дискомфорта в плане, когда было нахождение, как бы, на берегу, то есть, там, безопасность все ходит, тогда, да? Но рыба-то отзывала на все это, она подходила, по-чем, я турни взяли. А просто будет вспомнить, какой шторм был, когда удочка скатывалась сюда, к этой брове, то есть, соответственно, все ловили прямо в брове. И ловили. Ну, ловили. Когда у тебя покровка, ты бежишь, подматываешь, копа, леска у тебя в берега идет, ты подматываешь туда, потому что потом она уходит водоем. Это прибивает, это что он прибил, и все. Но мы все ловили. У нас ловили соседям в эту погоду, да? Ну, дискомфортно. Но это, мы же это чуть выбрали сами, соответственно, как бы, этим потом и страдаем, а что делать? Ничего в этом плохого, как бы, нет. Да, хотелось бы, конечно, всем половить. Единственное, как бы, да, вот я бы хотел бы на будущем вести предложение, вот Гена начал говорить по поводу протокола, да? То есть, и хотелось бы иметь их часов в восемь-девять хотя бы, не в двенадцать, девчат, потому что... В восемь-девять чего? Утро? Утро, да. Ну, потому что мы не понимаем, подожди, секунду, секунду, секунду. А мы не знаем, как делается с ним, еще есть рыба. Вечерний протокол, как только... Утрень, утрень. Как послушай меня. Вечерний протокол, когда... Приходят судьи вечером с последним вечером. Сейчас, кстати, вам приехали судить. Ну, наверное, где-то здесь сейчас бродят. Вот. И... Следующее взвешивание идет в десять часов утра. Как? Почему ноги в восемь? Почему они в семь? Все снова уже все. Уже все видно, можно взвешивать спокойно. Потому что ночью не клюет. Ты же видишь, ни у кого ночью нет ни одной рыбы. Ну, насколько я знаю, заход рыбы не будет вот с семь до девять часов утра максимум. Но на других соревнованиях не мешает, когда ты клюет рыбу и взвешиваешься. Вообще, получается, как это у нас? Из практики многолетних, как бы, да, в большинстве случаев судим взвешивать перед утренним кормлением. Перед утренним кормлением. То есть у нас семь, то есть ими должны взвесить. Ну, там полвосьмого может быть, да, чтобы не кормиться. Это везде мировая практика. Не приходят так, там, в десять. Я, то есть, я узнаю с соперников в обед. Это полдня светового здесь. То есть я не имею вообще никакой информации. Это минус реальный для всех. Несмотря на то, что мы стоим далеко. Поэтому я думаю, что вот это нужно как бы исправлять по-любому. Это было бы информативнее и было бы какое-то понимание. Да, сейчас не клево. Понятно. Но если, допустим, я узнаю восемь, что этот поймал, тот поймал, этот поймал, то я сейчас без рыбы полдня и не знаю эту информацию. Если не спорю, сам не посмотрю, не узнаю. Поэтому эта информация очень важна, я считаю. Особенно, когда этот клев. Я понял. Вещение кормления, да? Ну, будем думать. После кормления, там можно получить протоколы в 10 вечера, в 11, как бы оно уже на ночную ловлю не повлияет тебе. Но ты теряешь полдня дневного. То есть, что произошло ночью, что тебе сделать на следующую ночь? У тебя тоже, что полдня этих делать, а ты просто идешь по своей программе. А может быть, бедствоваться, может быть, что-то посмотреть, там увидишься себе бинокль. То есть, после разными, если ты посмотришь, ты посидишь, тем может дистанция большая. Вот это пожелание. Я скажу честно, вот я за эти два дня, что я ходил по секторам, аккумулятор уже почти на нуле, я столько информации интересной и полезной для себя, в принципе, получил, размышления на будущее, на будущее, что я считаю, что это просто супер хорошо, что я все-таки придумал походить и поснимать. Тем более, что эта вся информация остается, в плане она записана, то есть, я могу всегда поднять этот ролик, послушать тебя. Потому что обычно, когда ходишь, просто разговариваешь, тебе что-то сказали, тут ты помнишь, что зашел два шага. Вот если мы посудим, вот по взвешиванию, просто я прямо тебе могу еще методику сказать. Если идешь в лагерь, главное, все где, ну, на базе, что она говорит, да, приходит судьи, в 6 метров светло, то есть, сколько им команд здесь есть? 10, ну, пускай-то по два часа, ну, по большому счету, тогда, они пришли, тем более, может, всегда по телефону, команда какая-то, рыба записали, обычно посылают, подорожают протокол, взвесили, но это вот по два часа, и у тебя, соответственно, главной судьбой есть два часа времени, то есть, восемь-девять протоколы уже реально сделать, очень реально. В принципе, ты прав, ну, а так вот, мы получаем в час, пол-второго, ну, очень просто. нет, 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 все, нет, мне судьи посылают протоколы на WhatsApp, фотографируют, в принципе, я имею информацию в реал-тайм, когда они, и что только идут. а мы должны ее иметь тоже. а у нас так повелось, что как бы, ну, посылать информацию о пойманной рыбе до выхода протокола, это как бы интригу разрушать. нет, она должна быть, эта информация спортсменов, она нужна, она очень важна, порой бывает, поэтому эта информация не необходима. в нашем случае вектора разбросаны на большое расстояние, на больших расстояниях. Тем более, да. То есть, если бы я сидел бы на большом полозе, где я могу видеть все команды, да, то я бы видел, кто подловит, кто ловит, кто не ловит. Я смотрю, что они взвешивают пять рыб там, я понимаю, кто ловит. А, уже говорят, что темно стало. А здесь, как бы, сложно понять, кто ловит, поэтому информацию нужно иметь с утра уже. Ну, все, давайте. Ладно, закругляемся, уже говорят, вас не видно. Привет, родной Белоруссии. Мы рады, что мы приезжаем сюда. Нам здесь все нравится, несмотря ни на что. Это рыбалка. Спасибо большое, ребята. Ну, с вами увидимся уже в Ингеве. Ну, я имею в виду в зале. Хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова